Я работаю в российской политической системе, поэтому буду говорить в основном в приложении к России и в системе взаимоотношений России с другими странами, в том числе и с точки зрения образовательных процессов. Потому что политика это наука об управлении, которая комбинирует все элементы, влияющие на эти процессы, связанные с управлением. И понятно, что образование это носитель культуры нации, если мы говорим о конкретной нации. Ну и для человечества это тоже в целом характерно, но если мы говорим о сейчас, то это носитель культуры нации. И как носитель культуры нации образование в том числе формирует и национальные институты, которые в дальнейшем уже примыкают к политике, к системе власти, к системе управления. Таким образом, когда мы говорим о недостатках суверенитета в Российской Федерации, мы подразумеваем, что в особенности этот недостаток характерен и для системы образования. То есть что это означает? Образование, культура, политика. Следовательно, всегда существует политический заказ в сторону культуры, потому что культура это информационное пространство. Информационное пространство, оно формирует условия для вообще всей системы власти, и в том числе и жизни общества. Значит, всегда существует заказ в сторону информационного пространства, а как только приходит заказчик в сторону информационного пространства, он понимает, что необходимо менять вопросы, связанные с образованием, которые в результате изменят культуру через какой-то цикл, самые ближайшие несколько лет, долгосрочно это несколько десятков лет. Условно говоря, если вы перехватите в любой стране систему образования, то лет через несколько десятков эта страна будет другой страной, под тот заказ, который вы сформулируете. Соответственно, когда президент Путин поставил проблему суверенитета Российской Федерации, в том числе и в последнем послании, он тут же обозначил и вопрос необходимости воспитания в школах, потому что воспитание в школах прямо связано с вопросом суверенитета. Напоминаю, что воспитание в школах в России было запрещено с 1991 года. То есть, если мы посмотрим вообще методику работы Министерства образования, я подчеркиваю, что Министерство образования в силу важности этой отрасли находится изначально под контролем внешних сил, если мы говорим о суверенитете страны, то естественно оно работает по методикам, исходящим из этого контроля. То есть, образование в России работает в интересах других стран, конкретно победителей Советского Союза в 1991 году. То есть, когда мы смотрим на любую школу, на любое учебное заведение, на любой вуз, мы в каждом учебнике, в каждом части лекций, в каждом воспитательном процессе найдем заказ из-за рубежа. Ну, он в той или иной степени проявляется, но проявляется во всех, даже в далеких от политики и социальных вопросов науках. Все равно этот заказ существует. Каков заказ у нас стоит перед Министерством образования и образовательной системой Российской Федерации? Первое. Мы должны обеспечить высокими интеллектуальными людьми Соединенных Штатов Америки их союзников. Посмотрим с другой стороны. В США 80% ученых в науке, а наука США мировая научная держава, самая большая. Поэтому для них наука это главный вид экономики. Так вот, 80% гастарбайтеры. Ну, не только из России, но из России в том числе. Причем, судя по новинским лауреатам, судя по людям, которые занимаются наиболее креативными частями науки, науки тоже бывает креативной, бывает менее креативной, то именно ставка на российских ученых, на российских специалистов, она налицо. Около миллиона российских специалистов и ученых выехало в Соединенные Штаты Америки в связи, в том числе с позицией нашего Министерства образования, которое обслуживает этот процесс, и с теми законами, которые с 1991 года были приняты в России, и которые создали необходимое поле для стимулирования и организации этого действия. Это невозможно. Современная экономика без науки. Ну, в России, когда, опять же, президент, правительство говорят о инновационной экономике, я перевожу на русский язык. Он говорит, что это экономика, которая требует большого количества ученых. Следовательно, когда у нас не создается инновационная экономика, а говорят об этом уже 8 лет, это означает, что существует, а вообще ее создать не так сложно, и многие страны ее создали. Это означает, что два варианта. Первый вариант, мы туземцы и дураки, которые не могут наладить элементарный экономический процесс. Второй вариант, есть политический запрет на создание такого рода отрасли. Почему этот запрет существует, тоже понятно. Для того, чтобы вывести миллион ученых, им в том числе нужно сделать так, чтобы у них не было рабочих мест на родине. Понятно, да? Потому что на родине даже рабочее место, получающее меньшую зарплату и доход, человек все равно тут останется. У него тут семья, у него тут культура, у него тут традиции, у него тут любимая девушка и многое другое. Поэтому нужно вообще ему запретить на своей родине иметь рабочие места, куда он мог бы пойти и там работать. Не важно даже, что там будет зарплаты меньше. Вот это мы тренд четко наблюдаем. Отсюда запрет на инновационную экономику. То есть он просто запрещено нам, как стране, не имеющей достаточно уровня суверенитета. Система культуры работает на экспорт. Ученые, специалисты, мы видим даже торговлю детьми. То есть в системе экспорта мы уже скатились на уровне по методам работорговли. Это как раз характерно, потому что страна, не имеющая суверенитета, она обычно деградирует. То есть эта специфика, если мы посмотрим любые колонии мира, везде происходит процесс деградации. И в этом плане национально-освободительный процесс, он процесс восстановления качества. То есть антидеградационный процесс. Поэтому что мы еще наблюдаем? Мы наблюдаем, что в эту систему интегрирована вся система средств массовой информации. Задача средств массовой информации — оболванить человека, живущего в России. Просто превратить его в ничто. Мало того, средства массовой информации сами тут тоже не... Понятно, что они работают на основе законов, которые были организованы Соединенными Штатами и наладили эту работу их специалисты. Но есть и моменты. Допустим, в Конституции прямо запрещена идеология. Но для любого человека понятно, что, собственно, животное от человека отличается идеологией. Если нам запрещена национальная идеология, значит, люди будут автоматически деградировать. Но, естественно, не сразу, а по мере того, как новое молодое поколение будет вступать в это информационное пространство, где запрещена идеология. И будет постепенно деградация всего общества. И этот процесс мы тоже наблюдаем. То есть мы видим, что в целом упадок образования, он не является производной глупости людей, в том числе специалистов, которые в этой сфере работают. А он является сознательным процессом, сознательного строительства, деградирующего образования в колонии, обслуживающей другие страны. То есть это установка такая существует. Добавьте сюда общую установку на сокращение населения Российской Федерации, которая многократно озвучивалась руководителями, соответственно, у которых находится в руках наш суверенитет. Тоже госсекретарь Олбрейт, которая говорила о том, что население России надо сократить в пять раз и вывести из России многие области целые, те же природные ресурсы, например, и так далее. Маргарет Тэтчер вообще говорила о десятикратном сокращении населения Советского Союза еще ранее. Но я могу привести пример, что Гитлер говорил о пятикратном сокращении. То есть Тэтчер опередила Гитлера минимум в два раза. Понятно, методики разные. У Гитлера методики газовые камеры, у оккупантов методики мягкие, как с собаками. Можно собаку как-то убить, а можно ее сделать так, чтобы она не могла иметь потомство и так далее. Это мягкие методики. Но мягкие методики не меняют цели. Цели такие же, просто сила мягкая. И это, конечно, сказывается на образовании. Поэтому я за деградацию, я считаю, что российское образование деградировало за последние 20 лет. И вижу прямую установку на этот счет. В условиях колониального управления любое образование будет деградировать. Особенно в стране таких масштабов, которые есть еще фактор за риском. То есть Соединенные Штаты считают, что Россия может вывернуться из колониального статуса. И, соответственно, делают установки еще дополнительные, чтобы снизить риски на дестабилизацию. И дополнительный эффект снижения, в том числе образовательного потенциала, образовательного уровня. Вот такие вещи, такие установки. Если вы посмотрите ведущие вузы страны, то еще буквально пару лет назад 80% выпускников уходило за границу. Просто очевидно, что вузы работали на заграницу. Просто с утра до вечера, я имею в виду ведущие вузы. Плюс на это посмотрите механизмы рейтингов. Вот очень интересно, когда мы ввели, когда в последнее время возникла история, что по международным рейтингам ведущие вузы страны как бы ушли назад. МГУ ушло из сотни, Ленинградский университет ушли из сотни. Потому что поменяли методики. Ввели методику обязательного обучения на английском языке. Естественно, российский вуз, который готовит как бы людей для России, ему английский язык, в общем-то, не нужен, как обязательный. Но если вуз готовит детей для Америки, для Европы, естественно, ему нужен обязательно английский язык. Ну понятно, да? То есть вот этим методом тоже догоняют. То есть такая мягкая сила, совокупное влияние факторов. Ну, добавьте к этому и то, что сами не только законы, связанные с образованием, готовились внешними силами, но и, допустим, те же учебники истории, которые зарегистрировали в Министерство образования, там 600 учебников, они все были написаны на странные гранты. То есть, с одной стороны, Министерство образования запрещали выделять деньги на подготовку учебников, а с другой стороны, тут же эти учебники финансировали по грантовой системе для того, чтобы заместить еще советские учебники в области истории на учебники, подготовленные, соответственно, внешними силами для целей, опять же, политических. То есть изменение политической системы страны в сторону снижения, еще большего снижения циверинитета и поддержки статуса колониального статуса. Ну и дальше мы посмотрим конкретные законы. Поскольку законы в любой стране, в Ассале, пишутся внешними силами, то в России не исключение, Викиликс подробно отписывает методику в виде докладов американского посла, не буду это повторять. Но там четко прописаны, в том числе и те, которые законы сегодня пошли, они пошли напрямую на изменение типа образования и на изменение типа воспитания, антивоспитательные законы. Ну, например, Болонский процесс. Чисто законодательство поддерживает экспорт людей. Единый госэкзамен. Законодательство направлено на экспорт людей из Российской Федерации. Ювенальная юстиция. Это следующий этап. Это уже пошли в семьи. То есть недостаточно уже влиять на образование в вузах, в школах. Уже задача перекомпоновать семьи, изменить уже генотип нации на семейном уровне. Это следующий этап наступления и снижения статуса страны в плане ее суверенитета. На послании президента ежегодно была команда сформировать процесс воспитания в школах. Впервые, кстати, за 20 лет. То есть есть команда или указания, или решения, которые подает сверху Путин. И есть четкий саботаж колониальной системы, которая это указание не выполняет. Тут надо понимать технологию работы чиновников и вообще госуправления. Это понимают люди, которые там работали. То есть технология госуправления такова, что там коллективное творчество. Поэтому каждый человек, маленький, даже если он начальник, даже он там замминистра, например, в этом коллективном творчестве у нее небольшая часть. И она не обязательно является сознательно уничтожительным, сознательно разрушительным. Он выполняет инструкции, которые ему написал кто-то другой. Вот этот кто-то другой составил инструкции таким образом, что процесс работы направлен на деградацию. При этом поймать конкретного агента невозможно, как правило, потому что в совокупности есть агентурная система. Это наука управления, это целая отрасль, которой надо в ней просто пожить, чтобы понимать, как она работает. Но там есть и люди, небольшое их количество, которые являются сознательными агентами, которые просто подготовлены для этой роли. Это несложно пометить. Если вы увидите в министерстве человека, который прошел подготовку в зарубежном ВУЗе, или некоторые в России есть такие подготовительные вещи, где это видно обычно по человеку, но для исследователей видно, то, как правило, он уже замотивирован иногда идеологически, не то что за деньги, идеологически для проведения определенной линии. Кроме того, мы же с вами обсуждаем в научном плане и с людьми, которые понимают, что такое наука. Образование, наука близко. И мы понимаем, для чего, например, американцы приняли Билл имени Магнитского. Вот вроде что, им взяли поругались с Россией, с какой статьей приняли. Я даже не говорю о том, что в отношении этого Билла врут все средства массовой информации в России, не цитируют текст, а придумывают всякие списки и всякую чушь. Это дополнительно, ну вот мне как политику это очевидно, для чего приняли. Это, как специалисту подчеркиваю, это дополнительный механизм манипулирования в России чиновниками, не обязательно чиновниками, имеющими имущество за рубежом. Этот чиновник может быть связан с бизнесменом, а бизнесмен, крупный весь в России имеет имущество чиновников за рубежом. Если специалисты, а все-таки у штатов, в Москве 20 тысяч грантополучателей политтехнологов, они понимают процессы, знают людей, ведут аналитику, ведут систему взаимосвязи, то есть они понимают эти связи, процесс рекомендации, откуда они пришли, перед кем-то обязаны, с кем-то взаимодействуют, особенно учитывая, что у них маленькие зарплаты, так откровенно говоря, для человека, который, например, обучался в американском ВУЗе, согласитесь, у него другие немножко стандарты. То есть всегда возникает такая взаимосвязь. Если кто-то эту взаимосвязь знает, а грантополучатели, конечно, знают, они над этим работают уже десятки лет в России, знают систему связей, то, естественно, они могут дергать за эти ниточки. Вот для этого этот билл и нужен, чтобы поймать того, у кого есть уязвимость, и через него повлиять на того, у кого уязвимость меньше. Хотя, в принципе, наличие имущества за рубежом есть фактор, благоприятный для назначения на должность, потому что это потенциальный компромат, а потенциальный компромат – это всегда плюс для назначения, потому что те, кто назначают, они понимают, что человек, у которого есть компромат, им можно рулить. Но одновременно этим человеком можно рулить и оттуда. Но это уже структура системы, системы внешнего управления. Поэтому БИЛ – это профессиональный институт, дополнительно предоставивший для цели манипулирования власть пятой колонии в России, и который покрывает, в принципе, всех. То есть через этот механизм манипулирования можно манипулировать любым гражданином в России, который, конечно, будет интересен для манипулирования. Рядовым гражданином смысла нет манипулировать. А каким-то чиновникам, депутатам, бизнесменам, политикам, от которого что-то зависит, а специалисты знают, от кого зависит, а от кого нет. Потому что даже от политиков, от 90% ничего не зависит. Только процентов 10 находится, может что-то реализовать. То есть на них и будут точечно воздействовать. Но это и есть система, о которой мы с вами говорим. То есть система срабатывает таким образом, что чиновник не служит Обаме, когда принимает решение давить ту же школу, которая запускает в современной методике. Он не Обаме служит. Ему так написаны инструкции и законы, а напоминаю, законы пишут американцы в России, что он должен давить все. Вот так у него методика такая. Вот он в 9 утра на работу пришел, его задача все давить, что не вписано в жесткие каноны. Если отклонение канона, он должен все давить. Это и есть системное воздействие. Это вот знаете, вот как организм борется с вирусом. Вирус в данном случае для нас это вирус суверенитета, который проявляется в том числе в этих вещах, связанных с новыми методиками, со стремлением людей самим решать свою судьбу, наладит нормальный, просто нормальный, с точки зрения здравого человека, воспитательный процесс. Не дурацкий, как у нас сделан, идиотский просто, как будто придумывали идиоты, а нормальный процесс. Но это не идиоты придумывали, это придуман процесс специального затупления. Вот как вата закрывает все это процессы, для того, чтобы никто не мог оттуда вырваться. Давит вся система. И когда человек начинает как вирус суверенитета в этой системе что-то делать, его тут же мгновенно подавляют. А если этого недостаточно, то подключают уже прямые так называемые удары, например, средства массовой информации, то есть могут просто заказать. Ну СМИ же обслуживается под американцами все, никто не мешает заказать. Причем по левому поводу. Не так ходит, не так одет, не такие очки. Написал статью, а в ней две ошибки грамматические. Это же можно развернуть, например, до вселенского скандала, если к этому привлечь внимание средств массовой информации. Вот так это и делается. И мы видим именно, что система сопротивляется в целом против любых изменений в сторону суверенитета, подчеркиваю. Не вообще, а в сторону суверенитета. То есть в сторону изменений санкционированных США, если сказать конкретно, и Госдепартаментом. А те, кто пробивается через какие-то барьеры сопротивления системы, вот там уже включаются сознательные подавители, то есть каратели. И вот когда мы говорим «болотная площадь», мы говорим, это более широко карательный процесс в отношении уже самого Путина. Потому что сам Путин не слушается системы, он выбивается из системы, он становится не гарантом Конституции, а ее трансформатором и вообще страны изменительным. То есть лидером освободительного процесса. И тогда на него своя карательная система. Для маленького учителя или для директора школы, который пытается вырваться из абсолютно глупых тисков, еще раз, система глупая, она выглядит как глупая. Для него мелкие какие-то вещи, местное радио, местный интернет, местный телевизионный ролик, начальник милиции, который там на него может наехать, мэр города, которому там где-то дернули его через имущество его жены, он наехал на учителя или держит его на крючке в связи с этим. Понятно, да? То есть это и есть сопротивление системы. Давайте так. Значит, существуют разные уровни борьбы освободительной. Существует борьба защитная на уровне семей. На уровне школ, где это удастся. Причем надо понимать, что будет сопротивление, но сопротивление будет мягкое, то есть не жесткое. Если процесс пойдет массово, тогда сопротивление придет в жесткую стадию. То есть везде, где возможно, надо бороться за свободу. Своей семьи, себя, свободу своей Родины. Везде, где возможно. Но прежде всего надо бронять, конечно, семью. Вот закон о ювидальной юстиции как раз и направлен на то, чтобы расколоть семью как ячейку культуры российского человека. То есть как бы пришло время. То есть оккупанты решили, что пора заняться. Вот раньше не было еще до этого. У них сил не хватало, а сейчас уже пора. Вот в этом плане мы, конечно, пришли к такому, как если говорить языком военном, к Сталинграду, к Волге. За Волги уже земли нет. И поэтому сегодня эти проблемы не решишь. Ну то есть их можно как бы подвинуть на пару лет где-то, но решить системно их можно, только изменив всю систему страны. Всю систему страны это суверенитет, это национально-освоительное движение, это Путин. И мы ожидаем от него более жестких последовательно, потому что он об этом заявил в послании, шагов, которые потребуются просто поддержка людей. Кстати, у нас был шанс изменить систему в целом. Это когда Путин призвал людей на поклонную гору, для того чтобы переломить ситуацию и запустить резкие реформы в сторону суверенитета. И пришло мало людей, всего 150 тысяч. Но для такой страны, ясно, что Путин не может пойти на национальную революцию, имея за спиной всего 150 тысяч активных штыков, бойцов. Ну это ясно же, что нужно иметь хотя бы несколько десятков миллионов. И понятно, это здорово его связало в плане дальнейших шагов по восстановлению суверенитета страны. Что сказалось и на системе. То есть везде вот эта вата, она стала жестче. Конкретные шаги у каждого по своей профессии. Вот как на войне, танкист в танке, летчик в самолете. Профессия это что? Средства массовой информации. Значит там должны появиться, ну это я уже говорил о методике освободительного движения, но она стандартная. Значит там должны появиться точки опоры для национального курса Путина, который он провозгласил в том числе и в последнем послании. И соответственно, когда там появятся достаточные точки опоры, естественно он сможет вручную протащить законы, например, о саморегулировании СМИ, о национальной системе рейтингов и медиаизмерений. Протащить законы, которые позволят людям там, его, сориентированно на процесс восстановления суверенитета страны, на освободительный процесс, переломить ситуацию. И это касается чиновников, правоохранительных системы, политической системы. То есть у каждого свой маневр. И этот маневр, конечно, сложный. Его там одним словом не опишешь, или там даже ста словами. Это сложный системный маневр, у каждого свой. Но если он говорит об общем маневре, неком смотре сил, вот для чего нужны парады? Ну, с точки зрения военного, как бы формального дела, парады это глупость. Зачем-то жечь топливо на Красной площади, гонять туда-сюда танки. Можно вместо этого дурака не валять. Однако парады, они показывают расстановку сил и позволяют планировать с учетом этой расстановки. То есть, условно говоря, вот сейчас пойдет Путин в атаку жестко. Он же понимает, что за ним люди не подтянутся. Значит, он просто в этой атаке сгорит. Все. Понятно, да? Просто сгорит, как политик. Значит, он не может ее в атаку. Значит, он должен оглянуться и посмотреть, а есть ли за ним люди. А людей за ним, он посмотрел, нету. Значит, атака откладывается. Но это же элементарно. Патриота государства в элиту не попадет. Он будет блокирован. То есть, есть исключения, но именно исключения, они всегда, потому исключения, что они отличаются от правил. Система такова, что патриот путем маленьких уступок в своей карьере вынужден или соглашается на эти многочисленные уступки идти. И ради этого он эту карьеру получает. И попадает, собственно, в систему, созданную американцами. То есть, попадает в систему управления. То есть, без этого он туда не попадет. Он на скамейку запасных не попадет. Потому что человек же сразу на большую должность со школы-то не уходит. Он же до этого карьеру проходит. Эта карьера, это и есть смотр этого человека. Его биографии, его отношения, его связи, его взаимодействия. Если в этих взаимодействиях он проходит через фильтры Соединенных Штатов Америки, то не значит, что они с ним контактируют. Хотя с кем-то и контактируют. Они просто воспринимают его как лояльного к себе, идеологически, и они его пропускают на следующий этап его карьеры. И в результате он где-то на каком-то этапе становится на высокой должности. Как правило, еще раз говорю, есть исключения. Технология подробно прописана в Викиликсе в виде докладов американского посла. Я даже могу это просто процитировать. Принимается решение о том, что тот или иной закон нужен в России. Обычно технология принятия решения в районе посольства гранта-правооблучателей. Их 20 тысяч в Москве. И это специалисты высокого уровня. Это не просто так. Это высочайшие специалисты, которые разбираются в экономике, в политике. Просто они получают зарплату, интегрированную в систему американского управления на территории России. Они сами не американцы. Хотя там, конечно, есть и американские консультанты. Особенно в 90-х годах это было сплошняком американские консультанты. Сейчас уже своих за 20 лет научили. Как говорится, и воспитали, и отвозили. Они же туда ездят все время. То есть ездят, фактически они работают здесь, а живут там. Я говорю, начальство вот этой гранта-получательной системы. У многих двойное гражданство. Там у той же Алексеевой, например. Ну и многих других. Мы это знаем. То есть они работают под заказ внешней оккупационной стороны. Она дает команду. Они имеют бюджет. Формируют текст закона. Дальше текст закона. Они имеют таблицу взаимодействия, по которому они подают на уровень министерства. На уровне чиновников нижнего ряда. Не сразу наверху. Иногда и сверху, но чаще снизу. И дальше при поддержке сверху этот закон начинает поднимать внутри министерства. Обычно поднимает до уровня уже, собственно, министра, правительства. И правительство его вносит. То есть обычная технология законов формально через правительство. Фактически пишется грантополучателем. Есть альтернатива, но, как правило, она не касается системных законов. Потому что системный закон, он на той системной, что в нем требуются тысячи, в конечном итоге, согласований и виз. Вот тысячи согласований и виз американцы организовать в России могут. Мелких чиновников, экспертов и так далее. А в ручном управлении, которое есть в руках Путина, можно провести короткие законы с низкой степенью согласования. Потому что из этих тысяч виз одна-две нету и закон остановился. Понимаете, да? Поэтому американцы, как владельцы системы, за счет вот этой среды их продвигают вперед. При ручном управлении можно взять какой-то закон, коротенький. И коротенький его, в принципе, заставить принять можно. Но он систему не поменяет. Вот закон, например, Дима Яковлева. Он что, систему поменял? Нет. Он короткий. Он там повлиял на что-то, но систему он не развернул. Потому что системные законы, они нужны... Но их в ручном управлении невозможно просто создать и провести. А теперь посмотрите, как должна работать система в суверенной стране. Не случайности не должно быть. То есть не должно быть такого, чтобы первое лицо государства национальное что-то увидело и это поддержало. Должно быть. Система должна сработать. То есть в суверенной стране вычисляют лучшую школу, вычисляют, проводят лучшие методики, опробуют. И эти методики подают наверх и сверху подают уже в систему управления. Понимаете, да? А у нас наоборот. Система блокирует, а первое лицо государства увидела лично. Повезло. А кому-то не обязательно, что это лучшие методики. Есть и тоже хорошие методики.